Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Бенчмарк Antutu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам последнего месяца 2020 года. Интересно, что в этот рейтинг успел попасть новый Xiaomi Mi 11, который представили в конце декабря. Он стал первым смартфоном на Snapdragon 888 и, соответственно, стал самым производительным. При этом Mi 11 недалеко ушел от конкурентов, флагманы Huawei на новом процессоре Kirin 9000 заняли второе и третье места. Полный список выглядит так, при этом важно понимать, что итоговая оценка производительности зависит не только от модели процессора, но и множество других параметров, количества и скорости памяти, настроек энергосбережения и оптимизации системы. Поэтому разные смартфоны с одним и тем же процессором могут показывать результаты с большой разницей. В этот рейтинг попадают только проверенные и зарегистрированные смартфоны. Потому что в бенчмарке Antutu есть и более высокие результаты, которые принадлежат еще не представленным устройствам. Так, например, вчера появилась новость о смартфоне, который заработал рекордную 771 тысячу баллов. Возможно, это один из новых флагманов АППО. Из этого списка только Huawei Mate 40 Pro и Redmi K30S официально продаются в России. Второй смартфон у нас выпущен под другим названием, Mi 10T. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.